И снова моя рука, ведомая интуицией, потянулась к книжной полке и взяла оттуда книгу. Я не буду говорить, что это за книга, я вам лишь зачитаю оттуда небольшие отрывки. Гюко писал, наш французский язык ясен как латинский и меланхоличен как северные языки. Он считал, что именно эта особенность французского языка позволяет французским идеям стать достоянием многих стран мира. Французский язык. Когда-то великий ученый и философ Рене Декарт, живший в 17 веке, сказал, «Если я охотнее пишу по-французски на языке моей страны, чем по-латыни, то это объясняется надеждой, что о моих мнениях будут лучше судить те, которые пользуются лишь своим естественным разумом, чем те, которые верят только книгам древних». Конец XVIII и начало XIX века подарили человечеству Гёте, Шиллера, Байрона, Ламартина, Мицкевича, Пушкина. Все они были яркими личностями разных национальностей, разных политических убеждений. Они молились разным богам, но их имена навечно вписаны в историю мировой культуры. Вот в этом и заключается бессмертие. Для Франции XIX век стал веком романтизма. Первыми романтиками после Руссо были Шатабриан, Мадам де Сталь и Ламартин. Они были убеждены, что каждый человек в чем-то всегда неизбежно романтик, если он не эгоист, говорил Фламарион, преклонявшийся перед прекрасным. Они считали Шатабриана по меткому определению Фиге отцом французского романтизма, а госпожу де Сталь его крестной матерью. Эти два писателя были очень разными, хотя и родились почти в один и тот же год. А еще говорили, что госпожа де Сталь – это женщина с мужским умом. А Рене Шатабриан – мужчина с более чем женской чувствительностью воображения. Госпожа де Сталь эпиграфом к прославившему ее роману «Дельфина» взяла строки. Мужчины должны уметь пренебрегать общественным мнением. Женщины же подчинятся ему. Отец Жермена Никер был известным швейцарским банкиром, потом стал министром Франции. В 20-летнем возрасте Жермена вышла замуж за шведского посланника в Париже барона де Сталь Гольштейна. Почти четверть века ее бурной жизни прошли во времена, когда Франция долгим путем шла к революции. Салон госпожи де Сталь стал центром парижской оппозиции. Здесь смело говорили об упадке литературы при отсутствии политической свободы, а хозяйку салона называли «ареспубликанкой среди аристократов» и «аристократкой среди республиканцев». В 1802 году госпожа де Сталь была велена по решению правительства первого консула Наполеона покинуть Францию. В течение нескольких лет она скиталась по Европе. Книги, написанные талантливой француженкой, быстро приобрели известность. Пять из них были признаны лучшими ее сочинениями. Это романы «Дельфина» и «Карина или Италия» этют о литературе и ее отношении к общественным учреждениям, о Германии и рассуждении о главных событиях французской революции. Одна из главных тем писательницы – «Женщина в обществе». В ее романе «Карина или Италия» идет речь о сложной и противоречивой борьбе между чувством любви и славой. «Карина – это сама мадам де Сталь, идеализированная и доведенная до совершенства, скажут литературоведы. Как у большинства талантливых людей, у нее были недруги, были завистники. Они обвиняли писательницу в эгоизме, назидательности, восторженности, вздорности, слабоохотливости». Но от этой порой очень резкой критики она не страдала. Даже тогда, когда до нее, к примеру, доходили высказывания, сделанные одним известным литературным критиком. Она говорит о любви, как вакханка, о боге, как квакер, о смерти, как гренадер, а о морали, как софист. Мадам де Сталь умерла от паралича в возрасте 80 лет в Париже, в городе, в котором когда-то родилась.